Смотрите прямо сейчас в программе «Детали недели». Бездымный, но не безвредный. А это приводит к серьезным отравлениям. Что собрались запрещать депутаты Коми-парламента. Не самое фигурное катание. Как справлялись с гололедом муниципальные власти и врачи. И новое прочтение Арктики. Кто решает более такие серьезные корпоративные задачи. А это тем, кто решает локальные задачи. Северное кино и северные реалии. Добрый вечер. Вы смотрите программу «Детали недели». Демографические инициативы главы Коми помогут удержать молодых специалистов в сельских районах. Более того, усиленная государственная поддержка может привлечь в республику и кадры из других регионов. Такую оценку дают эксперты демографическому пакету, который был предложен Сергеем Гапликовым. Общественники особенно подчеркивают значимость регионального семейного капитала за первенца, а также повышение детского пособия. Напомню, в следующем году на обеспечение новых и увеличение действующих выплат и пособий семьям с детьми предусмотрено дополнительно миллиард триста миллионов рублей. Любовь Лапина в деталях о бюджете 2020. Доцент Коми научного центра Лариса Попова. Демографические инициативы губернатора, в частности 150 тысяч за первенца, оценивают сосаты науки. И начинает издалека, с тех годов, когда впервые в стране появился материнский капитал. Его задачей было простимулировать рождение в семье второго ребенка. Этой меры воспользовалось поколение, появившееся на свет преимущественно в 80-е годы. Собственно, они же уже чуть позже за третьего малыша получили и региональный мат-капитал. Сейчас же, по словам эксперта, назрел момент, когда необходимо принимать меры в отношении уже первых рождений. В 20-е и 22-е годы уровень рождаемости в республике будет определять самое малочисленное поколение. Это люди, рожденные в 90-е и в начале 2000-х. Их не только мало, они сами по себе не спешат обзаводиться детьми. На первом месте у них карьера и материальное благополучие. Между тем, в коме уже шестой год подряд падает рождаемость. И картина только ухудшится, учитывая, что женщин детородного возраста будет значительно меньше. Поэтому усиление демографической политики именно усилением поддержки первенцев, оно очень актуально и своевременно. Потому что без первенцев не было вторых детей. Мы сейчас находимся в так называемой демографической яме. Это структурный фактор. Структурный фактор усиливается так называемым эффектом исчерпанной плодовитости когорт. То есть наши малочисленные поколения 90-х, начала 2000-х годов, они не будут поддержаны рождаемостью более старших поколений. Потому что они успели родить своих желанных вторых, третьих, а кое-кто и четвертых детей. Лариса Попова считает, новая демографическая политика в коме направлена на улучшение положения молодой семьи. А значит, она уже не будет откладывать с рождением первенца. Еще одним значительным стимулом будет ежемесячное пособие на ребенка, которое по решению главы коми увеличили в полтора-три раза. На сегодняшний день выплаты получают почти 25 тысяч детей. А с 2020 года их численность увеличится примерно на 2,5 тысячи. Это позволит молодым родителям крепче стоять на ногах и не бояться, что они не смогут прокормить еще одного человека. А ведь именно финансовое неблагополучие чаще всего становится причиной оставленных малюток в роддоме. Представители приемных и опекунских детей уверены, теперь ситуация изменится к лучшему. Этот вопрос также поможет молодым мамам, которые остались в одиночестве. Бывают, что такие семьи, которые воспитывают мамы одни. И они не будут бояться завтрашнего дня, зная, что государство им поможет в этом. И за счет этого, может быть, сократится количество детей, которые оставлены в детских домах на сегодняшний день. Это тоже у нас есть эта проблема в нашей республике. Конечно, по статистике количество детей уменьшается с каждым годом, но все равно это есть. Демографические решения главы также положительно скажутся и на миграционные процессы в республике, дают свою оценку общественные деятели Марии Кузьбожьево. Во-первых, студентам из других регионов, которые обучаются в вузах КОМИ, захочется остаться здесь, обзавестись семьей и родить детей. А во-вторых, хорошая господдержка будет привлекать молодых специалистов из других субъектов. Но и самое главное, демографические меры помогут удержать нашу молодежь в селах. На мой взгляд, она простимулирует рождение детей, прежде всего в семьях, проживающих в сельской местности. Для сельской молодежи 150 тысяч – это приличные деньги. И на них можно сделать задел под свое будущее жилье, под новое жилье. А это все-таки главное, что укореняет молодые семьи. Ну и при том, когда мы понимаем, что рядом находятся их молодые родители, относительно молодые, трудоспособные родители, и на каждодневные какие-то расходы всегда придет родительская помощь этим молодым семьям, то эти 150 тысяч рублей помогут решить хотя бы какую-то одну важную финансовую проблему, самую первоочередную для этой молодой семьи. Все эксперты едины во мнении. Демографическая политика должна быть последовательной и преемственной, чтобы люди не принимали ее как временное явление, которое могут отменить. Безусловно, люди воспринимают позитивно такие меры поддержки. Что их волнует? Их волнует, насколько эта мера будет далее пролонгирована. И в разговоре все они выражают одну надежду, что вот такой серьезный посыл на поддержку семьи, особенно многодетной, очень важно дальше развивать. Это очень важное, очень нужное. Это своевременное дело, целый комплекс мер государственной поддержки, которые принимаются. Есть серьезная надежда на то, чтобы наша семья в обществе, в нашем российском обществе действительно заняла достойное место. Уважение к ней только бы росло. Безусловно, демографические меры положительно скажутся на общем самочувствии жителей республики, говорят специалисты. И еще один важный момент отмечают уже ученые. По их словам, усиление демографической политики в регионе позитивно повлияет на уровень репродуктивных установок подрастающего поколения, от которого зависит рождаемость в регионе в будущем. Когда подросток видит, что государством уделяется большое внимание семье и детям, на подсознательном уровне у него откладываются позитивные представления. И уже во взрослой жизни он, без сомнений, будет планировать рождение ребенка. Государственный совет Коми тем временем взялся запретить так называемые снюсы. Это бездымные табачные изделия, которые сейчас захлестнуло даже школы республики. Специалисты утверждают, даже один пакетик с сухим зелем может вызвать не только отравление, но и сильную зависимость на уровне морфиновой. Причем продажа снюса не запрещена. О том, что вынудила нас выйти на тропу войны с этой отравой, Евгений Стокас. Как прятать пакетики от родителей, куда сплевывать токсичную слюну и чем отпиваться после никотинового передоза? Умудренный опытом употребления снюсов, смекалистый и улыбчивый блогер Михаил охотно делится лайфхаками со всеми желающими. Активированный уголь впитает весь лишний никотин из твоего желудка, если вдруг ты проглотил пару раз слюни. Ну да, такое бывает. Ну а жирное молоко создаст на стенках твоего желудка защитную пленочку. В подростковой среде любая мода распространяется молниеносно. Глазом не успеваешь моргнуть, как то, что вчера казалось шалостью единиц, теперь на каждом углу. И если, например, спиннеры были забавой, хоть и вездесущей, но хотя бы безобидной, то с тем, что касается модных никотин-содержащих смесей, снюсов или так называемых никпеков, уже отнюдь не до смеха. Для их производителя именно школа, где в цене все новое, это главный рынок сбыта. В никпеке очень много никотина. Говорят, что в некоторых никпеках содержится никотина соизмеримо двум-трем пачкам сигарет. Это раз. Во-вторых, в состав входят различные щелочи, которые при употреблении, употребление специфичное, то есть это закладывают за губу, и там появляются язвы, стоматиты. Потом эти вещества попадают со слюной дальше в пищеварительный тракт. Есть данные, что они могут спровоцировать именно развитие рака желудка, пищевода, ротовой полости. Симптомы отравления никотин-содержащими смесями у ребенка очень схожи с отравлением сигаретным дымом, ведь действующее вещество одно и то же – никотин. Это головокружение, тошнота, рвота, но из-за сильной дозировки отравление может быть более ярко выраженным и привести к тремору, галлюцинациям, бреду, потере сознания и даже коме. Знаете, есть такое понятие «святое место пусто не бывает» выражение, да, народное. Вот если вы освобождаете первое место в своем самолете, туда обязательно кто-то сядет. По данным МВД по коме, на уровне муниципалитетов зарегистрировано уже полтора десятка заявлений, связанных с отравлением, с нюсами, а также их употреблением и распространением. Основная группа риска, как ни странно, не девяти или одиннадцатиклассники, а учащиеся средней школы пятых и шестых классов. Они больше всех подвержены чужому влиянию, поэтому как раз на них и направляется большая часть профилактической работы. Для них авторитетными являются более старшие подростки, и мы сейчас сталкиваемся, ну и в России сталкиваются с этим, в других городах, что старшеклассники, они еще и своего рода бизнес из этого делают, начинают продавать эти снюсы для среднего звена. Нужно больше обращать внимание на своего ребенка, это главное. Изменения в поведении, изменения в среде общения, это все может заметить именно родитель тогда, когда он внимателен к поведению своего ребенка. В целом по стране от употребления смесей пострадали уже несколько сотен школьников, и некоторые из них не пережили последний прием зелья. Классический снюс, то есть жевательный табак в России уже запрещен с 2016 года, но есть лазейка, никпеки и сегодняшние модернизированные снюсы не содержат природного табака, а могут быть просто травяной смесью, пропитанной синтетическим никотином. Потому под запрет они не попадают. Но наш законодатель уже реагирует на угрозу, при этом привлекая внимание федерального центра и пытается учесть в том числе выгоду прямых интересантов. Федеральные торговые сети как раз такие, так сказать, основные игроки на этом рынке, поэтому предлагаю на всех площадках попытаться собраться, договориться с торговыми сетями, просто эти публики хотели бы проведать нам, федеральный может это позволить, невозможно сделать, для того, чтобы они в добровольном порядке отказывались от продажи самописчез. Ситуация со снюсами напоминает подобную со спайсами. Несколько лет назад это тоже была эпидемия, но голову той Гидре удалось отрубить. И вот на ее месте появилась новая, не менее кусачая. Эту голову федеральный законодатель тоже срубит, но через год-другой, вполне вероятно, вырастет очередная. И вот вопрос, почему после стольких лет махания законодательным мечом он пока так ни разу и не угодил Гидре в самое сердце? На неделе в Санкт-Петербурге говорили о будущем Арктике. На одноименном форуме КОМИ представляла масштабная делегация, а заместитель председателя правительства региона Константин Лазарев представил наше видение развития арктической зоны. Еще раз убеждая, что зону эту необходимо расширять за счет Усинска, Инты и Устилемского района. Обоснование этой идеи уже прошло все федеральные инстанции и концептуально, по данным Минпрома, проект корректирующего документа согласован. Предполагается, что новая территория с особым статусом получит льготы, а также планы и деньги на развитие. Сейчас же в арктической зоне от КОМИ пока только Воркута. Но дает ли это ей какое-то исключительное право? Вопрос, которым задался Роман Истомин. Воркута – город сильных, и он должен был стать жемчужной Арктики практически изначально. Время тяжелых будней освоения севера силами заключенных – это до середины 50-х. После – эпоха свободных людей, место приложения трудовой энергии. Основа экономической жизни – горнорудная промышленность. Основа стратегических интересов – база дальней авиации, которую в 55-м перебазировали из нинецкого поселка Амдерма. Особое формирование выполняет боевые задачи и сегодня. Взлетка у военных способна принимать самолеты всех классов. В момент ввода она стала третьей аэродромной площадкой после предназначенной для гражданского флота и той, что была расположена на самом северо-востоке КОМИ СССР – в поселке Хальмирью. Хальмирью – вновь открытый район богатейших залежей ценного коксующегося угля. А владеть им очень трудно. Но разве трудности когда-нибудь пугали большевиков? Сегодня Хальмирью – это военный полигон Пэмбой. Название по имени «Одноименной горы». Возвышающееся почти 40 лет здание, где царило тепло людских сердец, где шахта на гора выдавала уникальный марочный уголь, из которого на Череповецком и Новолипецком металлургических комбинатах выжигали лучший в мире кокс. Все эти надежды и мечты тысяч семей стали мишенями для крылатых ракет. ДК, больница, магазины стали именоваться условными целями. И о Воркуте мы уже услышали, как месте испытания новейших видов вооружений. Кинжал – это тот самый комплекс, про который в марте прошлого года миру поведал Владимир Путин. Иностранные СМИ нашу суперракету окрестили убийцей авианосцев. Настолько невероятными были технические характеристики и тактические особенности разработки. Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели. А значит и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны. Но всегда где-то параллельно в Воркуте шла мирная жизнь. Город разрастался вплоть до конца 80-х, пока не обогнал по количеству постоянно проживающих столицу Коми СССР Сыктывкар. Для понимания неворкутинцев, это основная Воркута, шахты, поселки, небольшие промзоны, которые исторически строились прямо на окружности. Ее длина 60 километров. Сегодня это почти постапокалипсическое зрелище, где смешалось былое и действующее, заброшенное и жилое. Все эти кресты, могилы вдоль дороги, обелиски – скорбные напоминания о нашей истории. Еще не совсем оккультуренное, но, возможно, этим как раз и манящее всевозможных гостей. Посмотрите, стояли до ресницы, минуту постоял на улице. 46. 46. Москва не принимает, собрались все домой, все остается здесь. А у Парижа, вот тоже смотри. Простойте. Москва не принимает. Когда горняк на Кузбассе получал 900 советских рублей в месяц, в Иркуте – 1600. 80-процентная северная надбавка делала свое дело. Манила в свои сети десятки специалистов ежесуточно. Кто-то приезжал за длинным рублем с семьями, кто-то вел гнездышко уже на месте с такими же романтиками. Не пугала ни отдаленность территории от всевозможных центров, ни суровые условия большеземельской тундры. Хотя впервые засомневались в обоснованности раздутия в Иркуты еще в далеком 78-м, когда принимался генплан. Но победила политика. Из заполярного города хотели сделать жемчужину Арктики. Не надо быть крупным специалистом, чтобы понимать, отапливать такой мега разбросанный город слишком нерыночно. Вот почему это всегда будет тягостно для бюджета и даже дотации едва способны закрыть все потребности теплоэнергетики. Поселки, как и сам город, питают две местные ТЭЦ. Процесс их перевода на газ, инициированный по поручению президента, чтобы, цитата, «пресечь разгильдяйство и жульничество». В ситуации с энергостабжением города происходит не так быстро, как предполагалось. Но модернизация на ЦВК уже проведена, и отопительный сезон следующего года здесь намерены встретить уже по-новому, с удешевлением затрат и меньшим влиянием на экологию. Пока же выбросы от слива и хранения мазута, да к тому же Сернистого, а также попадание Золы в речку из Юрвош – текущие проблемы местности, которые не очень-то нравятся населению. «Вы воркуту за что не любите?» «Кто это он сказал?» «Воркута – мой город милый, на краю земли стоит. Это вовсе не Пальмира, здесь мороз и снег лежит». «Это мой второй родной город после Риги, кстати. Как ни странно, да? Ну все, все мне нравится здесь. Я доволен и могу сразу сказать, что остаюсь до конца жизни». «Я здесь родилась и выросла, но у меня как бы претензий нет к Воркуте». Когда-то в Воркуте было 17 шахт, сейчас из работающих всего 4, плюс один открытый угольный разрез. На некогда городобразующем предприятии Воркута Уголь работает 7 тысяч человек. Их роль в росте благосостояния города заметно разбавили военные и газовики. Да, собственно, и планы угольщиков пока уж очень какие-то конечные. Бизнес рассчитан до 2037 года. К тому моменту ресурсы действующих шахт должны исчерпать себя. Есть, конечно, два перспективных участка, но это если компания примет решение изрядно потратиться. Разработка одного такого по сегодняшним ценам стоит примерно 10 миллиардов рублей. «Более 75 миллионов рублей в год мы тратим на содержание еще двух очень важных социальных объектов для города. Я говорю об Олимпии и ДКШ. Дворец шахтеров – это дети, это сотни детей, это творческие коллективы, которые известны, в том числе и за пределами республики. Олимп – это опять же сотни детей, которые занимаются в хоккейной школе». «Это тем, кто решает более такие серьезные корпоративные задачи, а это тем, кто решает локальные задачи». Технические силы и возможности для освоения Арктики у страны есть. Это демонстрирует выставка для гостей форума «Арктика» в Санкт-Петербурге. Но дело, конечно, в другом. Надо бы увеличить сеть федеральных дорог, наладить устойчивую интернет-связь, а может быть и включить в приоритеты государства строительство автомобильных мостопереходов. Это бы связало, наконец, устойчивой связью всех, кто с севернее Печоры. Причем ждут этого не только в нашей части Арктической зоны, но и на Ямале, и в НАО. Наша миссия тут значительно уже на текущем этапе истории. Через нас проходят все важные проекты и большие стройки соседей. Воркута у нас вошла как один из пунктов, где будут собираться грузы для национального проекта освоения севера. И поэтому идет строительство северный широтный ход. Воркута задействована при строительстве северного широтного хода. Грузы, которые формируются на Воркутинском районе через северный широтный ход будут направлены для их транспортировки по северному морскому пути. А это один из основных показателей национального проекта увеличения грузов до 80 и далее миллионов тонн по году перевозки. Поэтому с целью формирования на Воркуте вот такого промышленного транспортного узла как раз мы планируем те перечни мероприятия для того, чтобы еще подтянуть к Воркуте дополнительно районы и обеспечить их развитие. Это прежде всего Инта, это Усинск и это Уссилимские районы. Сейчас идет речь о возможности включения их в арктическую зону Российской Федерации. Понятно, что это даст и самой арктической зоне, что даст этим районам, если они будут подключены в арктическую зону. Но и прежде всего, конечно, тем людям, которые на той территории проживают. Еще один показатель стабильности присутствия военных в коме Арктики. Не так далеко от Варгашора идет наладка оборудования огромной антенны радиолокационной станции, которая закроет одну из самых ракет-опасных, как говорят военные, направления – Северная. Оно не только призвано взять под контроль большую часть России, США и территорию Канады, но и будет работать в двух радиодиапазонах. Говоря проще, определять местоположение любой цели на расстоянии 6000 километров. Холод – неотрицательный момент, немножко прохладнее. Но плюс – это некоторая близость к вероятному противнику. Если будут военные, безжизненным Север точно не останется, потому что это интересы государства. Ну а спрос на уголь и сопутствующие ресурсы могут действительно меняться. Какой после этого будет Воркута и другие наши возможные части арктической зоны, пока решает только спрос. Будет он, будет и предложение. Почти 400 пострадавших только за одну неделю и только в Сыктывкаре. Республика продолжает пожинать плоды недавней оттепели. В столице Коми постоянные муниципальные проверки. Сегодня еще две управляющие компании призваны к ответу за скользкие тротуары во дворах. Проявительство республики поручило властям городов и районов усилить контроль за зимним содержанием не только дорог, но и тротуаров, проездов, остановок. Ольга Коняева о фигурном катании, которого очень многим не удалось избежать. Пассажиры столичного автобуса водителя в беде не оставили. Взяли транспорт на буксир. Случай, к слову, произошел не где-то на задворках, а практически в центре столицы республики. На остановке. Проблемы и у пешеходов с Сыктывкара. Главный вопрос – как пройти ледовый квест. Скользко, невозможно ходить. Это очень ужасно. Я чуть себе ногу сегодня не сломал. Мне кажется, не дорабатывают. Надо бы, конечно, посыпать. Хоть на четвереньках ходить. Безобразие, надо чистить. Самый пик неудачных скольжений пришелся на начало этой недели, когда после оттепели прихватил морозец. По 80 человек в сутки обращались в Сыктывкарский травмпункт. За ноябрь с уличными травмами экстренно поступили 1300 жителей города. Результаты падений надолго выключают из активной жизни. В некоторых случаях требуются даже операции. Травмы – это заведомо суставы. Это очень сложный травм. Тяжелый, особенно для пожилых людей. Травмы лучевых, лучей, лучезапясных суставов. Травмы сочетанные. Черепная коробка, сочетание головного мозга одновременно. С началом снежного сезона автобусы как школьные, так и рейсовые не могли подняться по обледенелой дороге Троицко-Печорска. Затаскивали с помощью спасателей. И даже к социальным учреждениям дорогу не посыпали. Замечательные дороги, очень скользкие. Возле больницы Троицко-Печорска. Дорога с препятствием. Кто прошел, тому повезло. Дороги чистят. А как насчет тротуаров до садика? Или мы по дорогам ходить будем? Только 11 ноября был заключен договор с подрядчиком на 70 тысяч рублей. Их хватило на две недели. За ненадлежащее содержание уличной дорожной сети администрация поселения и должностное лицо привлечены к ответственности. Из местного бюджета на оплату штрафов уйдет 600 тысяч рублей. Договора по содержанию дорог были не заключены. В связи с тем, что они там бюджет не приняли. И подрядчик отказывался от очистки по долгам. Сейчас до конца года все заключено. По сумме не скажу, но до конца года хватит. На непроходимость тротуаров жалуются и жители Ухты. Вон у нас на горе возле дома вообще гололед. Бабушки падают, просим посыпать снегом и бесполезно. Переломов много у меня, подушка вон руки сломала. Плохая очистка или гололед. Такие сигналы поступают из разных районов и городов Коми на портал «Активный регион» и горячую линию главы Коми. Все по поручению Сергея Гапликова направлены в муниципальные администрации для срочного реагирования. Причем жалобы не только на отсутствие содержания, но и на качество, и даже на устаревшие технологии. Насыпят песка, мало того, что грязь разводят, еще и толку ноль. Песок сверху, а под ним лед. Давно пора применять современные методы по решению проблемы скользких тротуаров. Соль, каменная крошка или чистить тротуары, как дороги. В Питере уже не первый год применяют гранитную крошку, но нам такое пока не светит, говорят специалисты. Надо учитывать, как она себя поведет с коммуникациями, а именно с ливневой канализацией. То есть она ведь забьет их. Поэтому, может быть, мы к этому не готовы. Да и с соглашением с администрацией предусмотрена обработка только песко-соляной смесью, которая уже закуплена до конца года. Солью наши коммунальные службы не злоупотребляют. Концентрация всего 10-15%. Песок должен использоваться только речной. Он хоть и дороже, но качественнее карьерного. Вот мы имеем песок карьерный. Видите, имеются в нем камушки. Которые могут в последующем превратиться в кашу. Ну, глина эта. Также повердить лакокрасочное покрытие автомобиля. Речной песок, в отличие от карьерного, не содержит примесей. Очищается естественным путем. Его используют даже для песочниц детских садов. Но добывать его труднее, потому он и дороже. Сил и средств для качественного содержания дорог в муниципалитетах достаточно. В целом, по республике задействовано 121 специализированное предприятие. Более 800 единиц техники и порядка полутора тысяч человек. Руководителям администрации поставлена задача усилить контроль. Причем уделить внимание не только дорогам, но и тротуарам, проездам, остановкам и пешеходным переходам. За месяц оборудовать новую сцену, отремонтировать за кулисьей, установить мультимедийное и световое оборудование. В Усть-Цильмской школе имени Бабикова так и случилось. Благодаря гранту от Лукоэла. Средства нефтяники представили по итогам конкурса социальных и культурных проектов. Анна Зубарева передает из Усть-Цильмы. Актовый зал Усть-Цильмской школы имени Макара Бабикова не ремонтировали 29 лет. Впервые его осовременили в 2013-м. Тогда сделали новый потолок, покрасили стены и заменили шторы. На остальное просто не хватило финансов. Сейчас на помощь пришли нефтяники. Точнее, выигранный грант конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукоэл». Станю 35 лет. Вот из сцены было 35 лет и, конечно, оттребовала ремонта. К тому же она была узкой. Совершенно невозможно было показывать танцевальные номера. И вот сейчас мы приобрели новую сцену. А еще приобрели то, о чем давно мечтали. Мультимедийное оборудование, проектор и широкая диагональ и экран. По одному нажатию на кнопку пульта тот легко поднимается или опускается. И, конечно, сейчас здесь современное световое оборудование. А вот святая святых за кулисьей. Если раньше артистам приходилось столпиться здесь, выходя на сцену буквально по одному человеку, узкий проход больше не позволял, то сейчас лестницу сделали широкой. Убрали ненужные ширмы, повесили современные кулисы. Теперь выходить на сцену выступающим стало комфортнее. А зрителям смотреть на них приятнее. Центр притяжения. Так называется проект, получивший поддержку от Лукойла. Руководство школы уверено, название себя оправдывает. Школа имени Бабикова крупнейшая в районе. В ней учатся больше половины всех детей-школьников Усть-Цильма. А это около 870 человек. Бестолковых не бывает ни мальчишек, ни девчат. За пятерками ребята даже в очередь стоят. Праздничные концерты, фестивали КВН, конкурсы, конференции, крупные совещания. Все проходит именно здесь. На этой сцене растут сельские таланты. И теперь для их развития однозначно есть все. Такими были детали этой недели. Увидимся на следующей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин